Друзья, добрый день! Я хочу немного рассказать о том, что со мной произошло, что вообще случилось в связи с тем решением, о котором сейчас мы все рассказываем вам. Для этого, для начала, надо понять, в какое время мы живём. Вся планета живёт в уникальное время, такого с нами ещё никогда не было. Все мы живём во время карантина, глобального карантина, который идёт по всему миру в связи с пандемией коронавируса. Это означает, что государственные учреждения нигде не работают. Это означает, что закрыты границы. Это означает, что действия людей абсолютно скованы. И это означает, что все мы должны находиться на режиме самоизоляции и выполнять требования государственных органов. В этот момент, во время изоляции, продолжаются судебные процессы, связанные с моей экстрадицией. 31 марта Миграционная служба Украины подала в Кассационную инстанцию протест на результаты апелляционного суда, который мы с вами выиграли, если помните, 25 февраля. По идее, и по закону, и по человечески, Верховный суд Украины должен был рассматривать эту жалобу, этот протест по окончании карантинных мер. В связи с этим мы получили извещение от Верховного суда, что поступила в Кассационную жалобу, протест миграционной службы. И у нас есть возможность написать свои отзывы на протест в течение 10 дней после окончания карантина. Соответственно, как должны действовать люди, которые понимают, что у них есть возможность написать отзыв на протест в течение 10 дней после окончания карантина, тем более, когда не работают никакие государственные учреждения. Адвокаты, я в том числе, все мы понимали, что у нас есть время, здесь спокойно ждали окончания карантина. И, конечно, никому из нас голову не приходило, что в этот период пройдут судебные процессы. И что тем более о проведении этих процессов, о том, что они уже состоялись, о том, что их уже закончили, вынесли решение, мы узнаем по окончании самого процесса и узнаем по факту, не имея возможности участвовать в этом процессе, не зная о нем, не имея возможности дать отзыв на протест миграционной службы. То есть, по сути, за нашей спиной во время глобального карантина суд Украины провел процесс, который определяет судьбу мою и моего ребенка. Определяет буквально жизнь и смерть. И это все сделали без возможности участвовать в этом процессе, без возможности апеллировать кому-либо. И какие дальше запустил Верховный суд Украины, какие дальше он этим решением запустил процессы. Я вам об этом сейчас тоже расскажу. Но прежде всего я хочу сказать, что решение, которое принимал Верховный суд, кроме того, что они проявили махинацию по срокам, это махинация, это бандитский метод, это сделано было жульнически, и я вас уверяю, беженцев в Украине много, и только в отношении меня, во время карантина провели судебное слушание в Верховном суде, и только в отношении меня совершили вот такой бандитский приговор. И что я хочу сказать. Верховный суд принял решение удовлетворить решение суда первой инстанции, которую мы детально, фактами опровергли в суде апелляционной инстанции. Вы все помните, как проходил судебный процесс в апелляционной инстанции. У нас была колоссальная поддержка. Вы все помните, что эти суды шли долго, шли сложно. И в этих судах тоже пытались провести незаконные процедурные меры, незаконные документы. И в этих судах тоже было большое сопротивление. Все это благодаря огромной поддержке правозащитников, политиков, депутатов нашего гражданского общества казахстанского. Благодаря тому, что в этом участвовало серьезно, системно, масштабно большое количество людей, мы смогли не допустить произвол судебный, беззаконие, и действовать хотя бы отчасти правильно и честно в этом судебном процессе. И мы получили то решение, которое нас в принципе не удовлетворило, потому что только частично наши требования выполняло. Но все же это решение было в мою пользу. Теперь они принимают решение первой инстанции, на которое без слез смотреть нельзя на самом деле, потому что оно абсолютно необоснованно, оно наполнено лживыми, ничем не подтвержденными тезисами и доводами. И именно на эти лживые доводы опирался суд Верховной инстанции Украины. После того, как мы уже получили два положительных решения в суде апелляционной инстанции, после того, как мы получили положительное решение в суде Верховном, до этого в предыдущих судах, я вот смотрю, огромное количество налетело ботов, это бота-ферма действует. У нашей власти денег нет сейчас в таком количестве, чтобы оплачивать большое количество блогеров, как это было в той компании, когда меня осудили в феврале месяце и в январе. Тогда вы, если помните, два месяца просто огромное количество так называемых лидер их мнений, которые работают на режим, поливали меня грязью, а сейчас работает только бота-ферма. Ну, видимо, подключатся, я вот приглашаю всех этих ермеков, нарымбаев, бердангаров, и кто там еще желает потроллить и поплевать в грязь у меня. Ну вот не будем отвлекаться, я хочу сказать, что решение, конечно, это не выдерживает никакой критики. Это решение бандитское, и с этим решением, конечно, мы пойдем дальше, мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека, и мы его там будем обжаловать. В настоящий момент какие процессы запустил Верховный суд Украины против меня, благодаря тому, что они тайно за нашей спиной по-бандитски вынесли это решение? Они запустили процессы, которым невозможно практически противостоять простому человеку, физическому лицу в условиях карантина, когда не работают никакие государственные учреждения. В Украине карантин продлили до 22 июня. Мы с марта сидим на карантине, как и весь мир практически, и он у нас завершается 22 июня. Это значит, что до 22 июня я не смогу пойти в миграционный орган и подать повторное заявление, которое даст мне возможность, так сказать, сопротивляться тому незаконному решению, которое вышло сегодня... Какие есть меры? Можно подать повторное заявление в миграционную службу. Обжаловать вот это решение мы можем только в суде европейском. В Украине обжаловать его негде от слова совсем, то есть вообще его негде обжаловать. Поэтому единственные такие меры, которые можно предпринять, это повторно, по вновь открывшимся обстоятельствам, подать в миграционную службу Украины новое заявление с просьбой предоставить статус беженца. Последнее заявление, вернее первое свое заявление я подавала 1 июня 2017 года, то есть 3 года назад. 3 года назад вы все понимаете, кто следит за моей деятельностью, кто следит за обстоятельствами, в которых я нахожусь. Все понимаете, что достаточно много вновь открывшихся обстоятельств, по которым я могу доказывать, что меня преследуют по политическим мотивам, возникло. Эти все обстоятельства заслуживают большого внимания со стороны судов, со стороны миграционной службы. Они должны быть удовлетворены, то есть их должны выслушать. Но что происходит? В связи с тем, что все государственные органы не работают, я подать такое заявление не могу. А требованиями миграционной службы такие заявления принимаются только лично, то есть лично от заявителя. Что мы сегодня сделали? Мы вчера и сегодня составляли очень быстро, вот можете себе представить, меня поставили перед фактом. Что я должна делать? Я должна все бросить, садиться и искать способ себя спасти. Сначала мы ведем длинные консультации с адвокатами, правозащитниками, с юристами, которые занимаются миграционщиками и так далее. Нам рассказывают, как мы должны действовать. После длительных консультаций мы вырабатываем решение, потом оказывается, что реализовать такое решение очень сложно. Но, тем не менее, мы сегодня его реализовали в полной мере. Что я хочу сказать? Мы подали в миграционную службу новое заявление с просьбой предоставить мне и моему ребенку статус беженства. Мы привели туда пять новых доводов, которые называются вновь открывшимися обстоятельствами. И для того, чтобы это заявление у нас официально было зарегистрировано и чтобы мы смогли его передать, естественно, мы его составили и отправили через почту с уведомлением на адрес миграционной службы Украины. Для того, чтобы это все действие закрепить и Генеральная прокуратура не могла начать процедуру экстрадиции, соответственно, мы такие же заявления направили в Генеральную прокуратуру и мы направили их почтой сегодня в прокуратуру Киевской области. Это те меры, которые обязывают государственные службы, вот эти органы, обратить внимание на эти документы. Этими мерами мы всем показываем и подтверждаем, что мы сделали шаги для того, чтобы остановить те неправомерные процедуры, на которые толкнули сегодня вот эти украинские органы, Верховный суд Украины, который по-бандитски провел вот это решение суда. Какие последуют дальше меры? Я понимаю, как устроена миграционная служба Украины, которая коррумпирована с самого верха и до самого низа. Это единственный орган в Украине, который коррумпирован системно. Все остальное так системно не коррумпировано. Там сложнее нашим казахстанским спецслужбам действовать, потому что Украина, к счастью, не коррумпирована насквозь, как Казахстан. И системы между собой связаны таким образом, что нельзя прийти на самый верх с чемоданом денег и быть уверенными в том, что это все дойдет до самого низа. Так здесь не работает. Здесь работает кто-то отдельно. И вся система полностью не лежит под казахстанскими спецслужбами, поэтому ему очень и очень трудно следить за процессом. А в процессе участвуют много разных организаций, структур, от которых все это зависит. И именно это позволяет нам каждый раз выигрывать суды, выигрывать какие-то другие процессы, от которых зависит сегодня моя экстрадиция. И таким образом мы сегодня и сейчас через этот эфир, и далее через многие посты я опубликую все конверты, все чеки, все описи, все документы, которые мы направили во все эти службы. И таким образом мы всем покажем, что мы во время карантина сделали все, что позволяет физическому лицу за себя бороться, все те действия, которые мы можем сделать во время карантина. Карантин – это уникальное явление, и понятно, что каждая организация может сказать, такого раньше никогда не было, мы принимаем решение так, как считаем нужным. Окей. Поэтому что я жду от миграционной службы? Буквально в понедельник они получат уже все наши документы. Генеральная прокуратура знает, что мы подали в миграционную службу снова заявление. Соответственно, генеральная прокуратура не имеет права инициировать процесс экстрадиции. Все эти органы, самые поздние, в понедельник будут детально оповещены. И мы это все еще продублируем в социальных сетях. Соответственно, если за этот период все эти органы инициируют процедуру экстрадиции, это будет тоже незаконно. Потому что у нас есть документы, подтверждающие, что мы ведем переписку, что мы ведем защиту, и что мы пытаемся сопротивляться этой безумной ситуации. И специально я провожу этот эфир, чтобы сегодня все знали, каким образом мы сопротивляемся. Какой я ожидаю ответ от миграционных служб, которые тотально коррумпированы? Они нам откажут. Откажут с отпиской, что такие заявления от граждан они принимают лично. Это будет обозначать, что я смогу прийти с заявлением в миграционную службу не ранее июня. Какое сейчас у меня положение? Я хочу, чтобы вы понимали, какое формальное положение у меня сейчас. На эту минуту, вернее, на 14 мая 2020 года все мои документы, которые устанавливают мое легальное правонахождение в Украине, утратили силу. 19 мая, когда мы получили эти документы через наших адвокатов, я хочу продолжить объяснить, каким образом будет действовать миграционная служба. То есть миграционная служба обязательно пришлет мне сообщение о том, что я должна прийти и лично подать документы для того, чтобы получить возможность снова войти в процедуру и стать соискателем статуса беженства в Украине. Такой возможности сейчас нет. Миграционная служба закрыта и не принимает никого, даже не продлевая довидки. Все это делается онлайн. Таким образом, суд Украины, он как бы создал для нас капкан. Он создал для нас ситуацию, когда будет очень сложно противостоять этой ситуации. А для того, чтобы вы понимали, почему это мы называем капканом, я хочу сказать, в каком я статусе сейчас нахожусь. Все документы, которые у меня сегодня были на этот момент, которыми я пользовалась на Украине для того, чтобы каким-то образом подтверждать свое легальное нахождение, они утратили силу. И надо понимать, что раз они утратили силу, соответственно, любой человек в форме, без формы и так далее, имеет право там все, что угодно делать. Я на территории Украины с большим трудом смогу получить какую-либо защиту. На эту минуту у меня нет абсолютно ничего, кроме того статуса, который мне сегодня подтвердили в ВКБ ООН и передали документы, которые могут хоть каким-то образом страховать мою жизнь. Знаете, как себя чувствует человек, который получает сообщение о том, что мне во всем отказали, и вот прямо в эту же секунду обнулились все мои права. И когда тебе звонят целый день, пишут со всех сторон и говорят, что я должна бежать. Простите, куда я должна бежать? Все мои документы находятся в Генеральной прокуратуре, либо в миграции. Сейчас надо будет разобраться, куда кто кому что передал. У меня ребенок, которому 12 лет. Мне предлагают сейчас ползком передвигаться через границу. Меня предупреждают, что в любой момент меня могут похитить, выкрасть. А таких случаев в Украине очень много. И мы знаем, что именно в такие переходные минуты, когда люди утрачивают документы, утрачивают легальное право находиться в Украине, они самые опасные эти моменты. И мы знаем много случаев, когда людей похищали, вывозили в свои страны. Мы знаем, буквально недавно такой случай был с азербайджанским активистом. И вот сейчас я нахожусь в таком положении. Поэтому мы с этого дня все наши действия, все наши шаги будем публично здесь освещать. Я буду как можно меньше выходить там куда-то на улицу и так далее. Все это время меня кто-то сопровождает обязательно. И мы стараемся все делать так, чтобы максимально соблюдать свою безопасность. Это ситуация, в которую меня поставил незаконно, варварски, Верховный суд Украины. И это, я считаю, 100% коррумпированное решение, которое не должно было проходить вот таким способом. Не должно было так звучать даже. И когда мы начнем выкладывать тезисы этого решения, вы поймете, насколько подлое, насколько некомпетентное, насколько непрофессионально, насколько купленное, продажное это решение суда. Я это буду говорить открытым текстом, несмотря на то, что возражают наши адвокаты, не хотят таких жестких формулировок. Я это буду говорить жестко, потому что речь идет о моей жизни и жизни моего ребенка. И я прошу на эту ситуацию обратить внимание всех. И посмотрите вокруг, что происходит сегодня в Казахстане. В Казахстане сегодня запрещают мирные движения оппозиционные. В Казахстане убивают активистов, убивают каждый месяц. В Казахстане бесконечно преследуют тех, кто хочет просто-напросто нормальной жизни, кто хочет свободы слова, кто хочет говорить правду, кто требует от государства по праву то, что государство должно делать. И вот то же самое сегодня происходит здесь, в Украине со мной. В содействии судов, миграционной службы и у казахских спецслужб не заканчиваются деньги народные для того, чтобы вести это преследование на протяжении трех лет. Вы все видели, у нас прозрачно идет борьба. Мы прозрачно доказываем, что меня преследуют по политическим мотивам. И это основной фактор, на который все должны обращать внимание и понимать, что Жанну Боту преследуют не за то, что она там мошенница что-то натворила, убежала, кого-то кинула и так далее. Если обратиться к моему делу и если обратиться к тем формулировкам, которые есть в розыске от Казахстана, меня разыскивают за то, что я не отбыла какой-то там срок. Я, простите, была в тисках судебной системы Казахстана 8 лет. 8 лет я отбывала какое-то там наказание за то, что, извините, меня все там незаконно, тоже точно так же варварски и по-бандитски осудили в Казахстане. С пытками, с издевательствами, с преследованиями, с грабежом и все остальное. 8 лет я отбывала это все. Сейчас считается, что я что-то там не отбыла. Поэтому я хочу сказать, что каждый должен понимать, меня преследуют по политическим мотивам. Сегодня это стало настолько очевидно и настолько нагло, что уже просто не хватает слов. Мы в Украине прошли все абсолютно, все абсолютно круги судов по несколько раз. Вы это тоже знаете. Каждые два месяца я нахожусь, на самом деле, еще вдобавок ко всему, я нахожусь под мерой пресечения, под собственную ответственность. И каждые два месяца мне эту меру пресечения продлевают. То есть в суды я хожу в Украине каждые два месяца. Я каждые два месяца доказываю украинским судьям, что я человек законопослушный, покидать Украину не собираюсь, что я здесь нахожусь по своей воле, что я хочу, чтобы все разобрались и я собираюсь выполнять все предписания суда так, как есть. Что сейчас может последовать? Генеральная прокуратура может запросить моего ареста для того, чтобы вести дело по экстрадиции. И Генеральная прокуратура будет писать, что достаточно опасно Жанну Боту оставлять на свободе, она может убежать. Вот я сейчас вам специально сообщаю весь этот абсурд, что бежать мне некуда. И с ребенком 12-летним второй раз пересекать границу, рискуя своими жизнями, я не буду ни за что. И на самом деле система Интерпола розыск, она работает так, что она в любой стране мира будет работать. Это только усугубит мое положение. И я не собираюсь покидать Украину ни при каких обстоятельствах. Я собираюсь здесь выиграть все суды и остаться здесь на законном основании как беженец по политическим мотивам. И я сейчас еще хочу предупредить вот о чем. Все сообщества наши, чтобы все понимали, я делаю это исходя из того, что я осознаю те угрозы, которые сегодня несет мне коррумпированная часть Украины, спецслужбы Казахстана, которые сегодня в связке работают. И я хочу сообщить всем своим друзьям, тем, кто сейчас меня слышит, что я являюсь человеком здоровым. Я не являюсь ни наркоманкой, у меня нет хронических заболеваний, я не страдаю артериальным давлением от слова совсем. У меня здоровое сердце. И если когда-то кто-то вам будет сообщать, что я где-то заболела и нечаянно умерла, это будет означать, что спецслужбы Казахстана добрались до меня здесь и убили. Я специально эти жесткие вещи говорю сейчас, потому что вы должны понимать, в какое положение поставило меня сегодняшнее решение суда Украины, благодаря тому, что они постоянно сотрудничают, наши спецслужбы Казахстана постоянно оказывают давление, сотрудничают и тратят народные деньги на то, чтобы преследовать Жану Боту. За три года здесь вот мое дело, я хочу сказать, что оно беспрецедентное. И за три года здесь, в Украине, такого дела еще никто не видел. Чтобы вот так упорно человек выигрывал суд, а его все равно отправляли обратно. Потом опять выигрывал, а его вообще отправляли на самое дно. И сейчас опять я нахожусь под угрозой экстрадиции. Я хочу, друзья мои, сказать, что на самом деле бороться со всем этим можно, нужно, мы это делаем, делаем грамотно, и у нас уже все получается. И я вам только что сообщила, что мы определенные меры приняли. И я даже вам говорю, что будет сопротивляться миграция. Нам еще с миграцией предстоит судиться бесконечно. Это все еще будет, это все не заканчивается. И, видимо, пока мы все с вами вместе не достучимся до президента Зеленского, не достучимся напрямую до этого человека и не расскажем ему, что творится в судах Украины, что вытворяет миграционная служба Украины. Видимо, будут страдать не только я, будет страдать весь остальной беженский народ, будут страдать наши соратники здесь, нашего штаба, которые тоже теперь под такой же угрозой, как и я. Надо понимать, что сотрудники канала 1612, штаба ДВК, тоже сегодня находятся под угрозой. Каждый наш казахстанец, они точно в такой же ситуации будут в последующем. Поэтому я прошу вас, призываю вас обращаться к Зеленскому и я прошу содействия всех тех людей, которые могут это сделать. Помогите нам встретиться с президентом Зеленским и объясните ему, что происходит, потому что это нужно остановить, это может решить только самая высшая власть. И я хочу вам всем сказать спасибо. Спасибо огромное за поддержку, за то участие, которое вы принимаете в нашей судьбе. Мы будем бороться, мы не сдаемся. И даже если им удастся увезти меня в Казахстан, даже там мы будем бороться. И я вам сказала о том, что я не остановлюсь, я человек здоровый, и если со мной что-то произойдет, это произойдет только с силой, и это произойдет только по решению спецслужб Казахстана. Я со всеми хочу попрощаться, мы дальше будем выкладывать все материалы, дальше будем показывать, каким путем мы идем. Мы готовы принять любую помощь сейчас, для того, чтобы решить эту ситуацию, и от адвокатов, и от правозащитников, и от юристов. И я прошу, пожалуйста, пишите нам, как нам правильно поступить, потому что ситуация уникальная, и как вот сейчас ее решать, я не знаю. И еще я хочу вас предупредить всех, сегодня я неожиданна для себя, неожиданна, об этом никого из беженцев не предупреждают, я хочу предупредить вас всех, что период, который сейчас идет, находится, он называется миграционная амнистия, и в этот период никто не имеет права никого высылать, развязывать какие-то вот подобные, как со мной, судебные тяжбы, устраивать вот такие вот экстрадиционные тяжбы, и так далее. Я хочу всем беженцам сказать, что в Украине миграционная амнистия будет действовать до конца карантина, и еще 30 дней после карантина каждый беженец может пользоваться вот документы и прочее, все, что не продлено, все должно быть защищено миграционной амнистией, в том числе и мои права, которые уже нарушил суд Украины. На этот момент, несмотря на то, что все мои документы обнулились, они имеют законной силы, я нахожусь под защитой миграционной амнистии, и эта амнистия работает по всему миру. Я хочу, чтобы вы это понимали. Это то, что позволяет мне сегодня в Украине без документов находиться легально под защитой того самого статуса, который определил коронавирус. Всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok